Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у нас очередная лекция по курсу технологии бурения нефтяных газовых скважин. Она у нас шестая в рамках нашего данного семестра. И давайте сегодня поговорим о чем-то новом. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, чем мы бурим. То есть, ну, логично то, что для бурения, согласно определению понятия бурения, бурение это процесс разрушения горной породы с помощью специального оборудования. То есть, значит, бурим мы каким-то специальным оборудованием, которое называется буровым. Буровое оборудование — это комплекс машиностроительной продукции, который используется при бурении скважин, то есть при строительстве скважин. Какое оно бывает, самое оборудование? По локации бывает наземное и подземное. Ну, еще можно говорить скважинное оборудование, внутрискважинное и так далее. То есть, есть то, которое размещается на поверхности и на котором работаем непосредственно мы, есть то, которое спускается внутрь скважины и выполняет там свои функции, а мы им управляем с поверхности. По территориальной привязке оборудование бывает сухопутное и морское. То есть, бывают буровые установки, которые работают исключительно на суше, бывают те, которые исключительно на море. Есть понятно, что переходное состояние, то есть там, допустим, для болотистых местностей, для слабых грунтов и так далее, когда это некая промежуточная такая версия. Но в любом случае, если брать, делить как бы на черное и белое, то вот есть две категории. Также по назначению оборудование бывает буровое, цементировочное, аварийное, в зависимости от того, на каком этапе ведения работы мы его применяем. Буровое используется непосредственно для бурения скважин, цементировочное для обсаживания, то есть для спуска обсадных колонн и цементирования. Аварийное оборудование используется для того, чтобы вести какие-то внутрискважинные работы по ликвидации осложнений, инцидентов и аварий. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы поговорим с вами именно о подземном буровом оборудовании, и мы его будем именно в таком контексте рассматривать, как для бурения, для цементирования, для ликвидации аварий. Так последовательно и пойдем. Итак, если говорить про подземное буровое оборудование, то его можно категоризировать на бурильные трубы и на КНБК, то есть компоновку низобурильной колонны. Я всегда объясняю так, что компоновка низобурильной колонны – это вот самый такой боевой наконечник, который выполняет основной функционал в процессе бурения. Он отвечает за разрушение горной породы, за приведение водолотового вращения, за контроль процесса бурения, за наклононаправленное бурение, за создание осевой нагрузки, за ликвидацию аварийных ситуаций и инцидентов. Если же говорить про бурильные трубы, они составляют львиную долю того оборудования, которое мы спускаем в скважину. То есть если смотреть в процентном соотношении, компоновка низобурильной колонны составляет порядка до 10% от всей длины скважины. Ну, собственно, если говорить про бурильные трубы, они нужны для чего? Для того, чтобы подавать раствор к компоновке низобурильной колонны, передавать вращение долоту с поверхности, создавать тоже на долоту нагрузку и осуществлять по факту соединительную и транспортирующую функцию. То есть вот это основной функционал бурильных труб. Начнем с компоновки низобурильной колонны, а правильнее говоря, пойдем с забоя. На забое у нас находится породоразрушающий инструмент. Породоразрушающий инструмент используется для разрушения горной породы, цементного камня, технологической оснастки в скважине. То есть несмотря на то, что, ну, вроде по названию, он должен разрушать только горную породу. Ну, здесь идет разговор именно в процентном соотношении, да, потому что за все время строительства скважины все равно суммарное количество там пробурено, разбурено технологической оснастки, там, либо цементного камня несопоставимо с объемами бурения по горным породам. Если говорить о породоразрушающем инструменте, то он бывает представлен буровым долотом. То есть буровое долото позволяет нам разрушать горную породу, формируя сплошной забой. То есть полностью выбуривая горную породу на забое. Сами по себе буровые долоты бывают шарошечные, то есть те, у которых есть вращающиеся элементы на корпусе. То есть идея шарошечного долота заключается в том, что когда оно вращается вокруг оси своей, то есть когда мы его вращаем, оно перекатывается по забою на шарошках, колесиках. И этот процесс перекатывания стимулирует процесс дробления горной породы. Другим типом буровых долот являются лопастные долота. Лопастные долота, они не дробят горную породу, они ее срезают. То есть они работают как рубанком, лопастями срезают куски горной породы. И также есть еще алмазные долота. Алмазные долота, они работают по принципу наждака. То есть если у лопастных долот есть лопасти, как ножи, которые режут, то у алмазных долот у них нет никаких лопастей. У них есть корпус, усеянный алмазным сырьем, которое методом истирания горной породы производит ее разрушение. И на вот этом перекрестии лопастных алмазных долот сфигурирует так называемый долотопедиси. Потому что их и туда, и туда относят. Хотя в действительности для понимания долотопедиси – это такая категория долот, у которых есть лопасти, но на этих лопастях стоит алмазное вооружение. И вот поэтому, по сути, они находятся где-то на пересечении по наименованиям. Но если подходить с точки зрения разрушения горной породы, это исключительно режущий породоразрушающий инструмент. Помимо этого, породоразрушающий инструмент бывает представлен бурильными головками. Бурильные головки работают таким образом, что в центре остается столбик горной породы, столбик керна, который не разрушается, который постфактум отбирается и исследуется на поверхности. Собственно, сами по себе бурильные головки бывают шарошечные, то есть которые разрушают горную породу дроблением. Бывают лопастные, которые режут горную породу, бывают алмазные, которые ее и стирают. Сами по себе по конструкции бурильные головки от шарошечных и по принципу... Прошу прощения, бурильные головки от буровых долот и по конструкции, и по принципу работы они практически не отличаются. Единственное отличие конструктивное – это то, что у бурильных головок в центре есть отверстие, куда будет входить керн. Долоту либо бурильную головку мы устанавливаем на забоях в зависимости уже от тех целей, какие мы преследуем. Либо мы будем бурить сплошным забоем, либо будем делать отбор керна. Нередко над породоразрушающим инструментом устанавливают расширители. По названию уже расширитель, значит что-то расширять. Ну, логично, что расширять ствол скважины. Сами по себе расширители выделяют шарошечные, то есть те, у которых есть вращающиеся элементы, и они расширяют ствол за счет дробления. Бывают лопастные, то есть те, которые за счет срезания расширяют ствол скважины. Помимо этого расширители бывают эксцентричные, то есть это те, которые имеют либо асимметрию в конструкции, либо имеют смещенное свращение, как у одношарошечного долота. Если внимательно посмотреться, то одношарошечное долото имеет смещение оси вращения относительно шарошки относительно оси вращения долота. И особенностью вот таких эксцентричных долот, как бицентричные долоты, либо одношарошечные долоты, является то, что когда вы берете, их спускаете в скважину, они там спускаются спокойно, то есть под диаметр скважины. Но когда вы начинаете его вращать, то оно, соответственно, начинает разбуривать ствол по большему диаметру за счет либо асимметрии в конструкции, либо за счет смещения осей вращения. Также можно категоризировать расширители на раздвижные, то есть это те, которые ведут локальное расширение. Ну, по сути, по такому же принципу работают эксцентричные, но особенностью эксцентричных является то, что это и долотой, и расширитель одновременно. А бывают отдельные раздвижные расширители, которые имеют либо механическую активацию, либо гидравлическую активацию. И под действием вот этой активации из них выпадают лопасти, либо ножи, которые упираются в стянки скважины и помогают их разрушать и расширять. Ну, и точно так же есть постоянного диаметра расширители, они же иногда называются ступенчатые, то есть которые просто устанавливаются за действующим размером долота и расширяют ствол уже по большему диаметру. Ну, это как раз-таки может применяться в тех случаях, когда у вас нет необходимого диаметра долота, но зато есть необходимый диаметр расширителя. Итак, расширитель может устанавливаться либо над долотом, либо в виде эксцентричного долота. Собственно, чтобы расширители стояли над бурильными головками, такого я, честно говоря, не слышал. Также в составе компоновки низа бурильной колонны есть опорно-центрирующий инструмент. Опорно-центрирующий инструмент используется для придания жесткости и для центровки инструмента в скважине. Собственно, к опорно-центрирующему инструменту относятся калибраторы. Калибраторы нужны для того, чтобы калибровать стенки скважины, выравнивать их и поддерживать диаметр ствола скважины, удаляя со стенок скважины неустойчивую составляющую горных пород. Собственно, калибраторы бывают шарошечные, опять же. И по факту, самое интересное, что калибраторы и расширители постоянного диаметра, они могут быть чем-то даже взаимозаменяемы. Если мы подразумеваем, то что мы расширитель будем использовать того же номинала, что и долото. То есть, если расширитель постоянного диаметра на 300 мм и долото на 300 мм, то этот расширитель будет, по сути, работать как калибратор. Ну, грубо говоря, так. Так вот, калибраторы бывают шарошечные, но они имеют достаточно узкую область применения и чаще в угорном деле. А в варенье глубоких скважин чаще применяются лопастные расширители, прошу прощения, калибраторы, которые выглядят таким образом, как представлены на слайде. То есть, у них есть некий корпус, на котором выточены лопасти. Сами по себе лопастные калибраторы могут быть прямо лопастные. Их особенностью является то, что они по сравнению с калибратором, со спиральными лопастями позволяют лучше выносить шлам с забоя, но при этом обладают высоким реактивным моментом за счет того, что лопасти, так скажем, не работают по винтовой поверхности. То есть, когда вы вращаете, такой расширитель, он как гребенка и скребет по стенкам скважины, и, соответственно, на каждом уступе его подкидывает. Когда же расширитель со спиральными лопастями, то там идет эффект винта, да, то есть вы как будто бы его вкручиваете в скважину при вращении, и благодаря этому реактивный момент меньше, но межлопастное пространство становится более длинным, соответственно, шлам поднимается медленнее вместе с буровым раствором, и это приводит к образованию застойных зон, которые приводят к салликообразованию и так далее. Соответственно, калибраторы ставятся обычно над долотом, то есть для того, чтобы выравнивать стенки скважины, для того, чтобы придать жесткость нижней части компоновки. Когда мы говорим про керноотбор, значит, нам нужен керноотборный снаряд. Для того, чтобы отбирать керн, нам нужна бурильная головка, но этот керн куда-то должен заходить, и он заходит непосредственно в керноприемное устройство, либо в керноприемник. Сам по себе керноприемник может быть съемным, то есть это тот, который на кабеле, то есть на тросе, за которым спускается специальное устройство для зацепа, и он поднимается внутри бурильных труб до поверхности. Вот этот кейс на поверхности он опорожняется, либо заменяется на новый, который спускается на заболе. А бывают керноприемные снаряды с несъемной грунтоноской, то есть те, у которых она находится стационарно, и мы извлекаем керн только после полного извлечения инструмента из скважины. Также керноприемники бывают с изоляцией керна, то есть это те, которые сохраняют естественные свойства пласта, то есть при бурении. А бывают без изоляции керна, то есть это те, в которых постоянно идет контакт брового раствора с образцом, то есть образец уже в любом случае и размывается частично, и меняются его свойства, и происходит кальмотация его порового пространства и так далее. Помимо керноприемника в составе керноотборного снаряда еще должен быть кернорватель. Кернорватель – это специальное устройство для отрыва столбика керна и для доставки его на поверхность. Кернорватели бывают цанговые, как показано здесь, но цанговые они еще кольцеобразные, корзинообразные называются, и здесь принцип, собственно, отрыва заключается, образца керна отрыва за счет сжатия, то есть вот эта корзиночка попадает в специальный паз, обжимает столбик керна и позволяет оторвать его. Собственно, такие кернорватели эффективнее всего СИАЗ рекомендуют именно при работе с твердыми горными породами. А бывают кернорватели лепестковые, либо рычажковые. То есть здесь отрыв и удержание керна осуществляется за счет перекусывания его вот такими вот лепестками, которые, когда керн входит, он их отжимает, а когда вы пытаетесь поднять керноприемник вверх, лепесточки выдвигаются в обратную сторону и перекусывают столбик керна. Ну, соответственно, такой кернорватель, он более актуален для мягких горных пород. Ну, и бывают, конечно же, комбинированные кернорватели. Это комбинация, да, то есть тут ничего нового не скажешь. Керноотборный снаряд, он ставится над бурильной головкой, и туда как раз-таки отбирается керн. Ну, логично, что для других вариаций, да, там для сплошного бурения нам это оборудование не нужно. Над долотом, либо над бурильной головкой может быть установлен забойный двигатель, а может и не быть. То есть если стоит забойный двигатель, то это та машина, которая приводит во вращение долота посредством, в наших реалиях в основном осуществляется это потоком бурового раствора. Вот, ну, никто не исключает, что там забойные двигатели могут работать и от электричества, могут работать и от потока воздуха, но в реалиях глубокого бурения это все-таки здесь основа буровой раствор. Вот, собственно, если говорить о забойных двигателях, какие они бывают, то длительное время на рынке главенствовал так называемый турбобур. То есть это машина турбинного типа, где рабочая секция состоит из множества турбинок. При прокачке жидкости через эту турбину она, естественно, вращается и вращает вал, который проходит через шпиндельную секцию, представляющую собой подшипниковый узел, и передается непосредственно на долотом. Сейчас же в львиной доле бурения с забойными двигателями главенствуют так называемые винтовые забойные двигатели. Они тоже приводят свое вращение потоком бурового раствора, но только здесь осуществляется вращение не турбины, а винтовой пары. То есть винтовая пара с разницей с заходностью минус один зуб, то есть на роторе на один зуб меньше, чем на статоре. И вот при прокачке жидкости через такую рабочую пару винт вращается эксцентрично, от него вращение через карданный вал передается в шпиндельную секцию, где расположены подшипники и основной вал двигателя, и на этом основном валу закреплено долотом. Изобойный двигатель может ставиться, может не ставиться, это уже зависит, как я сказал, от того, какой у нас тип бурения. Помимо этого, в состав опорно-центрирующего инструмента компоновки низа бурильной колонны входят центраторы. Сами по себе центраторы нужны для придания жесткости компоновки, и по факту они могут ставиться в любых интервалах компоновки низа бурильной колонны. Чем больше вы их поставите, тем более жесткая, то есть менее гнущаяся будет компоновка. Сами по себе центраторы могут быть с прямыми лопастями, могут быть со спиральными лопастями. Все достоинства и недостатки для них справедливы, в зависимости от типа лопастей, для них также справедливы, как и для калибраторов. И в некоторых случаях именно центраторы с калибраторами-то и путаются. То есть и в принципе, в какой-то степени они взаимозаменяемы. То есть другими словами, калибратор может выполнить функцию центратора, а вот центратор не всегда. То есть это в зависимости от состояния и количества у него вооружения. То есть будет ли он способен длительное время осуществлять именно калибровку стены. Эльцентраторы могут ставиться в разном количестве и в разных интервалах компоновки низобурильной колонны для управления ее работой, то есть при наклононаправленном бурении. Также в составе КНБК у нас стоит телеметрическая система. Телеметрическая система нам нужна для того, чтобы собирать информацию о процессе бурения и передавать ее на поверхность. Сами по себе телеметрические системы бывают MWD, то есть это те, которые имеют специальные датчики, измеряющие процесс бурения. Вибрации, то есть шоки, давления какие-то, температуру, зенитно-измутальные углы и так далее. А бывают LWD исследования, где изучается геологический разрез. То есть это по факту коротаж в процессе бурения называется. Основными видами такого коротажа являются гамма-метод и резистивметрия. Если говорить о составе телеметрической системы, то она зачастую не имеет своего постоянного корпуса, то есть ее внутренности устанавливаются в специально предназначенную для этого немагнитную утяжеленную бурильную трубу. Основная идея немагнитной утяжеленной бурильной трубы заключается в том, чтобы она не допускала помех на основные датчики системы MWD. Ну, собственно, информация здесь собирается, аккумулируется и затем передается на поверхность. Если говорить об этой информации, то она собирается от датчиков в разном виде и затем с помощью передатчика отправляется по каналу связи на поверхность. Все питание на забое осуществляется либо от специальных батарей, либо от генератора. Ну, собственно, наличие телеметрической системы в компоновке инструмента зависит от тех потребностей, которые мы хотим закрыть, от тех, собственно, функций, которые она должна выполнять. Ну, и, собственно, вообще, нужна ли она нам в моменте. То есть для некоторых скважин, для достаточно простых, можно и проводить измерения постфактум. Отбурили какой-то интервал, провели измерение. Отбурили интервал, провели измерение. Если же говорить, допустим, какие-то более сложные скважины, там нужно в режиме онлайн получать информацию и контролировать процесс бурения. Помимо этого, в составе компоновки низа бурильной колонны есть технологическая оснастка. Технологическая оснастка состоит из обратного клапана. То есть это специальное оборудование, которое пропускает жидкость только в одном направлении. И нужно оно для того, чтобы ввиду закона сообщающихся сосудов наша колонна не зашламовывалась жидкостью из-за труба, и чтобы предотвращать возможные газонефтеводопроявления по трубам. Идея обратного клапана заключается в том, что при наличии циркуляции он открывает клапанный элемент и жидкость проходит. При отсутствии циркуляции клапан возвращается в обратное положение за счет действия пружины и подпирается снизу потоком раствора из-за труба. Также в составе компоновки низа бурильной колонны есть клапан переливной. Переливной клапан нужен для порожнения и заполнения бурильной колонны при спуске подъемных операций. Чтобы не требовалось постоянно эти все доли выделать и так далее. А для того, чтобы когда спускаешь пустые трубы, они заполнялись через вот этот клапан. И когда ты поднимаешь трубы из скважины, чтобы раствор сливался через вот эти боковые отверстия. У переливного клапана есть боковые отверстия, которые в отсутствии циркуляции открыты. То есть, когда циркуляции нет, они открыты и сообщают трубное и затрубное пространство. Как только вы включите циркуляцию, у вас клапанный элемент перекрывает боковые отверстия, и циркуляция будет осуществляться только через непосредственно переливной клапан. Также в составе компоновки низа бурильной колонны может иметься фильтр. То есть, фильтр обычно ставится у нас на поверхности, то есть в рабочую бурильную трубу либо под квадрат. Собственно, для того, чтобы механические примеси не попадали в бурильные трубы и к высокотехнологичному оборудованию. Ну, такому, как телесистема, заборный двигатель и так далее. Но, собственно, иногда дополнительный фильтр ставится непосредственно в компоновке для дополнительной защиты. То есть, вдруг там сверху кто-то забыл поставить, а вот если в компоновке стоит, то это уже железно. Итак, ну, собственно, технологическая оснастка, она наполняет нашу компоновку в зависимости от того, какое там оборудование устанавливается. Обычно устанавливаются они таким образом, что над основной работающей технологической, над основными мозгами бурения, то есть над телесистемой, над забойным двигателем, ставится обратный клапан, еще чуть выше ставится переливной клапан. То есть обратный клапан защищает низ компоновки от зашламования, а переливной клапан позволяет заполняться, опорожняться колония при спуску подъемных операций. Вот, собственно, ну и фильтр ставится либо на телесистему, либо на 2ЗД, либо над ними обоими. Также в составе компоновки незабылильной колонны можно встретить роторную управляемую систему. Роторная управляемая система – это специальная такая вещь, специальная современная система для автоматизации процесса ведения буровых работ. Роторная управляемая система бывает push-забит и point-забит. В чем смысл? Общий концепт роторной управляемой системы заключается в том, что мы получаем от телесистемы сигнал, понимаем, в какую сторону мы сейчас будем, и мы, например, хотим скорректировать направление бурения. Мы берем, создаем управляющую команду и программируем роторную управляемую систему с поверхности. Программируется она с помощью вращения, варьирования расхода, либо изменения давления. После того, как мы запрограммировали роторную управляемую систему, она осуществляет бурение в автоматическом режиме, то есть искривляет скважину туда, куда нужно. Система push-забит работает за счет автоматического выдвижения лопаток потоком раствора, то есть лопатка выдвигается из корпуса и создает перекос скважины. А роторные управляемые системы типа point-забит работают от применения так называемых эксцентриковых колец, которые управляют гибким валом, на котором расположена наша телоток. Собственно, роторная управляемая система, она может идти в компоновке с забойным двигателем, либо без него. Но что важно сказать, что если у нас стоит роторная управляемая система, в компоновке у нас должна быть и телеметрическая система. Также в состав компоновки низа бурильной колонны могут входить трубы бурильные. Но это трубы бурильные специфические. Это утяжеленные бурильные трубы, то есть специальная категория труб, которая создает нагрузку на долоту, либо поддерживает жесткость в компоновке низа бурильной колонны. И те, и те функции она может выполнять. Собственно, она представляет собой бурильную трубу с очень толстой стенкой. Помимо этого, есть специальные типы утяжеленных бурильных труб, в которых есть специальное назначение. То есть есть немагнитные утяжеленные бурильные трубы, то есть выполненные из немагнитного материала, которые мы используем как корпус для телеметрических систем. А бывают сбалансированные утяжеленные бурильные трубы, то есть те, которые имеют балансировку, и которые при вращении не создают каких-то биений в компоновке. То есть это специальный тип утяжеленных бурильных труб, которые используются при вращении инструмента. Помимо этого, могут быть использованы толстостенные бурильные трубы. И их функционал, по сути, тот же самый, как и утяжеленных бурильных труб. Даже по названию можно понять, что у них тоже толстые стенки, как и утяжеленных бурильных труб. Возникает вопрос, так в чем разница? А разница заключается в том, что у них меньше площадь контакта со стенками скважины, и вероятность осложнений с их работой меньше. То есть они легче спускаются, легче поднимаются из скважины, меньше у них таких явлений, как прихваты, меньше силы трения, которые действуют на них. Соответственно, они более функциональны при наклонно-направленном бурении. У БТ и ТБТ ставятся верхние части компоновки для того, чтобы как раз-таки создавать нагрузку и придавать некую жесткость компоновке бурильных колонн. Также в составе технологической оснастки входят переводники. Переводники – это всего лишь соединительные элементы для соединения инструментов с разным типом резьбы либо с разным типоразмером резьбы. Соответственно, переводники бывают ниппельные, то есть это ниппель-ниппель, то есть два выступающих конца муфтовые, то есть это муфта-муфта, два, так скажем, две внутренних резьбы, либо переходного типа – это когда один конец ниппельный, второй муфтовый. Также еще выделяют такое понятие, как рабочий переводник. Иногда его специально устанавливают на инструмент, то есть, например, на резьбу какого-то дорогостоящего инструмента. Немагнитная утяжеленная бурильная труба, роторная управляемая система, винтовой забывательный двигатель и так далее, для того, чтобы именно он участвовал в процессах свинчивания и развинчивания. А основная резьба оборудования находилась в нем и не изнашивалась так быстро. Собственно, переводники могут быть установлены в любых, так скажем, разрезах между инструментами в зависимости от их потребности. И также в состав технологической оснастки входит еще яс. Яс – это специальный ударный инструмент, который генерирует ударные импульсы посредством приведения его в работу либо механическим, либо гидравлическим, либо гидромеханическим способом. И эти ударные, так скажем, воздействия, то есть я называю это эффект стряхивания, они нужны для того, чтобы попытаться освободиться при возникновении прихвата. Яс может совершать удары вверх, может совершать удары вниз, может совершать удары и туда, и туда. Это уже зависит от его конструкции. Яс устанавливается обычно в верхней части компоновки низа бурильной колонны, а сейчас по некоторым рекомендациям даже выше. Вообще считается то, что хорошо, если яс находится в интервале обсаженной части ствола. Что касается бурильной колонны. Бурильная колонна, как мы с вами уже договорились, это некий транспортный канал, некое соединительное звено между поверхностью и компоновкой низа бурильной колонны. Собственно, в бурильную колонну входят бурильные трубы. Это легкосплавные бурильные трубы, основной функцией которых является облегчение стумарного веса компоновки бурильной колонны. Если говорить об особенностях, да, они выполнены из легкого сплава, иногда они даже называются жаргонно-алюмишки, хотя в действительности они не полностью состоят из алюминия. Основными их параметрами являются диаметр, диаметр, толщина стенки, сплав конкретно и исполнение. То есть это наличие муфт, проточек и так далее. Бывают стальные бурильные трубы. Стальные бурильные трубы, они выполняют просто основной функционал, и это львиная доля всего трубного ассортамента. Стальные бурильные трубы делятся по диаметру, по толщине стенки, аналогично, как и легкосплавные, но также они категоризируются по группе прочности, начиная с D и выше, D, E, K, L, M и так далее. То есть идет рост категории прочности, а соответственно и рост прочности труб. Ну и соответственно они еще делятся по исполнению. То есть по тому, как у них выглядят замки, то есть они приварные либо навинчиваемые, потому что есть труба, а есть замки. То есть труба – это цилиндр, а замки – это вот эти вот утолщения, благодаря которым происходит свинчивание, развинчивание труб. Вот и помимо этого в составе каждой трубы есть еще высадка. То есть высадка – это переходная часть трубы, на которой меняется толщина металла. И она имеет утолщение либо наружу трубы, либо внутрь трубы, либо и туда, и туда. В зависимости, собственно, от того, какой тип высадки. Наружная, внутренняя, комбинированная. И нужна она для того, чтобы снизить переход по жесткости между замком и, собственно, телом брильной трубы, чтобы вот в этом сечении не было поломок. Также в состав брильной колонны могут входить и ведущие брильные трубы. Ведущие брильные трубы нужны для передачи вращения от ротора к бурильной колонне. Собственно, ведущие брильные трубы бывают различных сечений. В России чаще распространены квадратные. За рубежом бывают как шестигранные, так и восьмигранные. Ну и сами по себе трубы мы редко используем в виде трубы. Во-первых, есть понятие «одиночка». То есть что такое «одиночка»? Это труба и два замка, на которые установлены. То есть труба – это именно цилиндр. Замки – это утолщение, благодаря которым мы производим свинчивание. Если несколько «одиночек» соединено между собой, то они образуют свечу. То есть свечи бывают разной длины, и основное их назначение – просто ускорение проведения спускоподъемных операций. Если говорить о компоновке бурильной колонны, она может зависеть, комплектация труб в ней зависит в первую очередь от тех нагрузок, которые у нас должна выдерживать боровая вышка. То есть это наличие либо отсутствие легкосплавных труб. А с другой стороны, от наличия в составе боровой установки либо системы верхнего привода, либо ее отсутствие. Если у вас нет системы верхнего привода, значит, у вас будет квадрат, и вы будете вращать ротором компоновку. Если у вас есть система верхнего привода, то вы будете с помощью нее вращать компоновку, и вам не потребуется квадрат для этого. Также в состав бурильной колонны могут входить длинные опорно-центрирующие элементы по 8-12 метров. Это стабилизаторы. По-другому это еще называют иногда оребренные бурильные трубы. То есть они нужны для того, чтобы в тех интервалах, где может формироваться изгиб сильный труб, их складывание инструмента, для того, чтобы в этих интервалах придать жесткость им. По внешнему виду вот такие стабилизаторы очень похожи, по сути, на калибраторы-центраторы, просто они значительно больше по размерам. Сами PCS стабилизаторы бывают с прямыми лопастями, бывают со спиральными лопастями. Ну, собственно, мы это уже и не раз обсуждали. И в верхней части бурильной колонны у нас ставится шаровый кран. Это специальное дополнительное оборудование для механического перекрытия устья скважины при возникновении ГНВП. То есть это, по сути, защитно-аварийное защитное оборудование. Ну, собственно, шаровый кран ставится под квадратом при применении стандартной, да, у нас компоновки, вот, без системы верхнего привода, компоновки оборудования. Если же у нас есть система верхнего привода, то шаровый кран встроен в нее, в двух видах, в гидравлическом и в механическом. Помимо этого, есть еще прочее оборудование, которое может, высокотехнологичное, которое может использоваться при проведении работ бурением. То есть это демпферы, либо амортизаторы. То есть это специальное оборудование, которое гасит вибрации в процессе бурения. Оно ставится в промежутке между, например, либо долотом и двигателем, между долотом и телесистемой. Для того, чтобы снизить негативные вибрации от долота, которые могли бы разрушить или нарушить работу высокотехнологичного скважинного оборудования. Бывают акселераторы. То есть акселераторы – это усилители. И акселераторы обычно идут совместно с ясом, работают вместе с ясом. И они усиливают его удар за счет накапливания потенциальной энергии, когда мы этот сам яс заряжаем. Бывают осцилляторы. Осцилляторы устанавливаются на расстоянии 200-300 метров от забоя, иногда даже больше. И они создают малоамплитудные, но высокочастотные вибрации. То есть там работает винтовая пара, там стоит перепускной клапан, и в результате прокачки жидкости через осциллятор он постоянно вибрирует, его подтряхивает. Это создает вибрационное воздействие. И в данном случае эти незначительные вибрации нужны для того, чтобы облегчить проведение спуска подъемных операций и перемещение инструмента по стянке скважины. Ну, то есть они актуальны, особенно для сильно искривленных глубоких скважин. Ну и бывают, конечно же, циркуляционные переводники. Задача циркуляционного переводника в нужный момент времени отсечь компоновку низа бурильной колонны и провести манипуляции с затрубным пространством. То есть когда нам нужно его активировать, то есть вот в рабочем состоянии, он как простой переводник, только с двумя отверстиями перекрытыми по бокам. Когда нам нужно его активировать, мы сбрасываем специальный шар, шар садится в посадочное гнездо и смещает втулку вниз. Втулка смещается вниз, открывает боковые отверстия. Через эти боковые отверстия мы можем осуществлять промывку. Когда мы выполним, ну или какие-то другие работы, когда мы выполним эту функцию, мы сбрасываем два металлических шара, которые перекроют боковые отверстия, и под действием избыточного давления внутри трубки у нас произойдет срезание шара, находящегося вот здесь в посадочном узле. Этот шар провалится непосредственно в корзину шара уловителя, ну и туда же проваливаются два металлических шарика. И также в составе компоновки вы еще можете встретить корзину, либо шлам металлоуловитель. Это специальное оборудование, которое используется для удаления забоя мелких частиц с высокой плотностью, то есть которые не могут по затрубу подняться до поверхности. То есть идея шлам-металлоуловителя заключается в том, что в него, как в корзину, собираются множество частиц, стружки и примехи посторонних в те моменты, когда циркуляция останавливается. Итак, теперь несколько слов о подземном буровом оборудовании для цементирования. Если говорить о том, что используется для цементирования, то, во-первых, используется цементировочная головка. Она выглядит таким образом, как представлено на слайде, и ее основная задача заключается в том, чтобы можно было закачивать скважину технологические жидкости через вот эти боковые отводы и осуществлять управление процессом цементирования. После того, как мы зацементируем кондуктор, на него мы установим колонную головку. Колонная головка является соединительным элементом, то есть на нее устанавливается, как на постамент, противовыбросовое оборудование, а потом фонтанная арматура. Помимо этого, в текущей колонной головке подвешиваются обсадные колонны. То есть подвешиваются либо к ленивым типам, либо муфтовым типам, и благодаря этому они удерживаются в ней в подвешенном состоянии, не разгружаясь на забои. Итак, на устье у нас размещается либо цементировочная головка, либо колонная головка. От устья у нас идут обсадные трубы, то есть как это элемент обсадной колонны. Могут использоваться подвески хвостовика. То есть подвеска хвостовика подразумевает из себя комплект труб в виде фильтров, либо сплошных труб, либо в виде оборудования для заканчивания, для проведения многостадийного ГРП. И, собственно, имеется подвеска. То есть та подвеска, на которой все это дело подвешивается в предыдущей колонне. То есть, к примеру, у нас спущена эксплуатационная колонна, и мы в нее спускаем и подвешиваем на подвеске хвостовик. Ну и, собственно, для определенных условий могут использоваться профильные перекрыватели. То есть для определенных условий оборудования, осложненных имеется в виду, могут использоваться профильные перекрыватели, которые выполняют роль пластыря, который закрывает какую-то часть осложненного интервала. Профильные перекрыватели устанавливаются гидравлические, о том мы с вами достаточно подробно говорили в разделе про конструкцию скважин. Итак, обставная колонна спускается в скважину. Ну и обставная колонна сопровождается рядом технологической оснастки. К такой технологической оснастке относятся башмаки. То есть башмаки нужны для того, чтобы направлять колонну и для того, чтобы не сминалась колонна при спуске. Соответственно, башмак устанавливается на первую трубу. Он имеет легко разбуриваемые элементы, чтобы в дальнейшем можно было его пройти. Башмак бывает обычный, он здесь синим цветом показан. В нижней части вращающийся, то есть у него вот эта серая голова вращается при попадании на уступы и прокручивается, позволяет протолкнуть инструмент ниже. А бывают башмаки моторизированные. То есть это те башмаки, которые при циркуляции имеют достаточно активное вращение и благодаря этому дополнительно прорабатывают стенки скважин. То есть башмак ставится в самой нижней части нашей колонны. Над башмаком на расстоянии 1-2 труб ставится цкод. Цкод – это цементировочный клапан обратный, который позволяет проводить цементирование и после окончания цементирования позволяет снимать давление на устье. Потому что если бы его не было, то вся бы жижа цементного раствора попыталась бы вернуться обратно в трубы. Помимо этого в составе обратного клапана размещается стоп-кольцо, куда садится продавочная пробка, иллюстрирующая нам об окончании цементирования. Итак, цкод ставится над башмаком на расстоянии 1-2 труб. Для того, чтобы продавливать жидкость, используются продавочные пробки. Продавочные пробки различаются по типу верхняя и нижняя. То есть нижняя – это та, у которой есть в центре легко разрываемая мембрана, и она устанавливается обычно между буферной жидкостью и тампонажным раствором, как вариант. Либо между двумя порциями тампонажного раствора, либо еще как-то. Она первая садится на стоп-кольцо, и потом прорывается, и дальше цементирование идет через нее. Верхняя пробка, она сплошная, и она садится на стоп-кольцо и сигнализирует об окончании цементирования. Бывают еще пробки активационные, которые используются для активации муфты ступенчатого цементирования. Пробка перемещается внутри обсадной колонны. Бывают центраторы. Центраторы нужны для центровки инструмента в условиях сплажины, то есть для того, чтобы шло лучшее замещение и заполнение кольцевого пространства цементом. Центраторы бывают жесткие, упругие, роликовые, центраторы-турболизаторы и так далее. И, по сути, различия в них определяют их область применения. То есть в одних условиях актуально применять те, а в других – другие. Центраторы ставятся в тех интервалах, где есть сомнения о центричном положении инструмента относительно скважины. Турболизаторы. Турболизаторы в современных реалиях идут сейчас уже обычно как единая целая с центраторами, но, в принципе, про них тоже стоит сказать. Турболизаторы – это специальное устройство со спиральными лопастями, которые позволяют завихрять, то есть турболизировать поток раствора цементного и лучше распределяться за трудным пространством. То есть турболизаторы тоже ставятся в тех зонах, допустим, в зонах сильного расширения ствола скважины, где, собственно, есть сомнения в том, что будет эффективно и качественно заполнено кольцевое пространство цемента. Ну и скрипки. Скрипки нужны для того, чтобы обдирать стенки скважины, подчищать их и готовить к процедурам цементирования, для того, чтобы была лучше адгезия цементного камня со стенкой скважины. Ну и скрипки ставятся в тех зонах, где это требуется, то есть либо с определенной периодичностью. Ну и, конечно же, муфта ступенчатого цементирования. Муфта ступенчатого цементирования – это специальное оборудование, которое устанавливается в разрезе обстанной колонны и используется для ступенчатого поинтервального цементирования нашей скважины. То есть она может быть установлена в тех случаях, когда мы, например, боимся, что не успеем прокачать цемент на всю скважину, когда серьезно, там, высокая температура на забое, либо при прочих равных условиях, которые подразумевают нам необходимое просто провести процедуру цементирования отдельно. Ну и, конечно же, оборудование для ликвидации аварии. Сюда относятся, во-первых, ловильный инструмент – это метчики. Метчики – это специальное оборудование, которое используется для захвата оборудованного инструмента за внутреннюю часть путем наворачивания резьбы. Метчики бывают универсальные, под широкий диаметр, бывают специальные, то есть которые работают под один типоразмер, и бывают гладкие метчики, то есть которые совершенно голые, и они, собственно, производят захват оборудованного инструмента за счет сил трения. Колокол. Колокол – это, по сути, то же самое оборудование, что и метчик, только который захватывает оборванный инструмент за наружную поверхность путем наворачивания, нарезания резьбы. Собственно, колокола бывают гладкие, либо обычные, то есть гладкий – это который натягивается за счет сил трения, обычный – это тот, который работает за счет навинчивания. И также бывают сквозные, либо не сквозные, то есть сквозной позволяет пропускать через себя оборванный инструмент, не сквозной не позволяет. Магнитный ловитель – это специальное устройство для извлечения скважины мелких предметов, то есть которые были оставлены на забое. Представляет собой просто достаточно крупный, сильный магнит. Авершот. Авершот – это оборудование для захвата оборванного инструмента в скважине за наружную поверхность. Возникает вопрос, чем тогда он отличается от колокола? Я сейчас скажу. Колокол нарезает резьбу, нарушает целостность инструмента, а авершот – он сжимает инструмент, например, цангой, то есть вот такой корзиночкой, сжимает его и фиксирует. То есть задачей авершота не является нарушение целостности, допустим, какого-то инструмента оборванного скважины. Труболовка – это, по сути, альтернатива авершоту, то есть без нарезания резьбы, но, с другой стороны, она позволяет за внутреннюю поверхность трубы захватиться. То есть труболовки бывают цанговые, плашечные, но они чаще всего имеют освобождающийся тип, поскольку не всегда оборванный инструмент уже возможно извлечь. Ну и паук. То есть паук – это специальное техническое средство, которое позволяет захватывать мелкие элементы на забое. Если так говорить, то пауки, они могут быть различны, они могут быть такого кустарного производства, самые простые, и заканчивая гидромеханическими. То есть те, такие, которые работают практически как желонка. Если мы уже говорим о фауне, то, конечно, нужно сказать про ершей. То есть ерш – это специальное оборудование, лавильное, которое используется для излечения скважины оборванного каната. Помимо этого, в состав аварийного оборудования входит ликвидационный инструмент. И первым ликвидационным инструментом является фрезер. Фрезер – это то, что перемалывает все, что у нас находится на забое. Фрезеры бывают торцевые, то есть сплошной работы. Бывают кольцевые, то есть те, которые обуривают какой-то инструмент. Бывают пилотные, то есть те, которые имеют пилотную направляющую относительно, допустим, оборванного инструмента, то есть чтобы отцентрировать фрезер. Бывают магнитные, то есть те, которые одновременно и разбуривают, и собирают магнитную стружку непосредственно за бой. Также бывают труборезы. Труборезы, они нужны для того, чтобы отрезать трубу, прихваченную в скважине. То есть у вас инструмент прихватило, вы не можете его извлечь, но понимаете, что не хотите все оставлять в скважине. Соответственно, вы внутрь скважины спускаете труборез, труборезом перерезаете над местом прихвата инструмент и поднимаете его на поверхность. И бывают торпеды. То есть торпеда, это по сути тот же самый труборез, но только который не перерезает, а отстреливает инструмент. То есть его на канате на кабеле спускают, активируют, производится отстрел инструмента и вы поднимаете свободную часть инструмента на поверхность. Если говорить о вспомогательном инструменте, то к вспомогательному инструменту относится печать. То есть печать, это такой специальный инструмент, который делает оттиск оставленного на забое оборудование. То есть мы спускаем печать, разгружаем ее на забой, получаем отпечаток и по этому отпечатку судим о том, что находится там внизу. И относительно вот этого уже отпечатка можно выбрать какое-то оборудование, благодаря которому будем вот это находящееся на забой поднимать. Скрепер. То есть скрепер это специальный вспомогательный инструмент, который может использоваться для зачистки стенок обсадной колонны перед проведением каких-то работ, то есть перед фрезерованием и так далее. То есть скрепер это специальное оборудование, которое позволяет нам подготовить скважину для ведения ремонта либо аварийных работ, ну именно боковые поверхности. И разъединительный переводник, то есть это специальное оборудование, то есть это переводник. Он соединяет между собой ловильный инструмент, например метчик и колонну труп на который ты этот метчик спускаешь. Он нужен для того, чтобы в тот момент, когда у тебя, например, не получается, ты навернул метчик и не получается поднять ничего и не получается освободиться. И ты инициируешь специальное воздействие, обычно даешь нагрузку и прокручиваешь, в результате которого вот этот переводник ломается, и ты оставляешь метчик на забое, а всю остальную компоновку поднимаешь на поверхность. То есть это, по сути, такое, ну как элемент отстрела, да, то есть как вот ящерица хвост отбрасывает, вот здесь приблизительно такой же принцип, да, то есть, ну не получилось, не получилось, все, оставили на забое. Итак, коллеги, вот, по сути, все внутрискважинное оборудование, которое мы с вами должны были рассмотреть. Я надеюсь, что было все интересно, полезно, поэтому подписывайтесь на канал и до новых встреч.